всем привет с вами дмитрий урсул это новый выпуск quick news в котором мы поговорим о новостях недавнего времени из мира плагинов и музыкального оборудования и начнем с минорного обновления logic 10.6.2 которая вышла на прошедшей неделе она не вносит каких-то существенных изменений в работу не привносит каких-то глобальных функций так это все-таки минорное обновление но разработчики заявляют об исправлении довольно давних ошибок которые преследуют многих пользователей особенно при работе с тяжелыми плагинами я сам с этим сталкивался в нескольких проектах это например проблема с автоматизацией когда вы ставите четко автоматизацию по сетке она срабатывала как бы с запаздыванием это всегда очень напрягало это было связано с проблемами в компенсации задержки вот с такими вот тяжелыми плагинами как правило от сторонних разработчиков и собственно разработчики из apple это пофиксили как они обещают во всяком случае но по тестам вот нескольких дней сколько я успел поработать с новой версии 10.6.2 в принципе все работает отлично все хорошо я никаких проблем не заметил компенсации задержки тоже хорошие но тут наверное следует узнать мнение людей кого маки постарше потому что моя основная рабочая машина на недовольно сильный серьезный процессор поэтому в принципе задержками проблем у меня никогда не возникало в последнее время но так или иначе будем ждать отзывов вы кстати тоже пишите в комментариях если вы уже обновились и потестили и у вас были какие-то ошибки до этого напишите может все действительно исправилась вот будет полезно другим участникам и пользователям также по ссылке в описании вы можете прочесть подробный список того что изменилось вот в новый 10.6.2 версии там как правило просто исправлены различные баги различные проблемы с какими-то инструментами плагинами и конечно же повышена повышена поддержка процессоров м1 от apple сейчас apple естественно сфокусирована максимально на этом так как они все-таки заходят на рынок со своими процессорами и первое что их интересует эта адаптация под м1 поэтому они нашли какие-то еще баги при работе лоджика с процессорами и в этих минорных обновлениях я думаю ближайшее время они будут максимально исправлять именно вот эти косяки в первую очередь м1 очередные новости от компании бэринджер без которой не обходится ни один наш выпуск только в этот раз мы поговорим не синтезаторах а поговорим о мире преампов для микрофонов в которой также ворвалась бэринджер с новым дешевым преампом всего за 50 евро называется миг 300 на самом деле у бэринджер уже были преампы из похожей линейки но они обновили немножко функционал они обновили корпус материалы и вообще исполнения этот преамп основан на лампе 12 x7 классическая предусилительная лампа функции довольно примитивные то есть просто включение 48 вольт для конденсаторных микрофонов есть также отсечка 20 децибел чтобы понизить уровень входной и конечно же gain для раскачки лампы и выходной уровень чтобы подстроить собственно выходную громкость на вход в звуковую карту для записи с нужным уровнем но для тех кто хочет поэкспериментировать с ламповым предусилением для микрофона за 50 евро это отличное предложение конечно бэринджер есть еще другой прям миг 500 он я так понимаю подороже там есть дополнительные функции так или иначе бэринджер решил и на этом рынке потеснить конкурентов в лице компании арт и tbx например который тоже довольно популярны на рынка на рынке таких стартовых преампов довольно быстрых в использовании легких и дешевых так что бэринджер теперь мешает другим компаниям и здесь еще одна новость пришла от компании focus right а точнее от целого конгломерата focus right group которая объявила и даже сделал рассылку всем своим подписчикам и мне в том числе о том что они теперь приобрели ну или точнее включили к себе в свою семью focus right group компанию sequential принадлежащую дэйву смиту я уверен вы знаете его синтезаторы и они пообещали что это никак не отразится собственно на компании sequential то есть никто из сотрудников не будет уволен сам дэйв смит останется у руля компании и как страна sequential заявляет что это присоединение focus right групп поможет делать больше продуктов объединить силы на рынке для в том числе маркетинга чтобы бороться с теми же бэринджер который завоевывает всех своими дешевыми и довольно качественными по звуку во всех случаях синтезаторами и даже focus right заявила что так как их семья растет различных компаний они могут скажем так диверсифицировать продукты на разные подразделения свою этой семьи большой глобальной такого своего картеля можно сказать звукового и делать например из-за этого преимущества то есть допустим какой-нибудь прибор от компании innovation который также принадлежит focus right групп может выйти например с фильтрами от sequential и так далее то есть может могут варьироваться компоненты и компании внутри семьи могут работать совместно на какими-то общими продуктами это довольно интересно и в принципе несмотря на все опасения от антимонополии и глобализации прочего я думаю что такие объединения именно в таких вот творческих компаниях будут идти на пользу их разработчикам ну и нам тоже пользователям это принесет какие-то плоды неожиданная новость от компании мтс сказал что здесь делает мтс но на самом деле мтс рывается на площадку концертную имеется ввиду что компания объявила о том что они запускают отдельное подразделение который будет заниматься организации концертов и обустрою обыстраиванием площадок в городах миллионниках то есть компания планирует либо брать в аренду либо даже приобретать либо возможно даже строить с нуля концертные залы и объединять их такой некой единую сеть концертных залов иметь общую базу промоутеров и организаторов концертов и работать с разными популярными артистами и скажем так устраивать туры по городам по своим площадкам ну посмотрим что из этого выйдет на самом деле довольно интересно не знаю не уверен что компании именно мтс это нужно но видимо у них свое мнение на этот счет решили очень ворваться на этот рынок хотя опять же время не самое подходящее все-таки еще продолжается пандемии коронавируса и во многих городах еще есть ограничения я кстати недавно ездил по россии как раз таки с гастролями с этим столкнулся причем в разных городах есть свои ограничения свои нюансы по контролю над этими над соблюдением этих ограничений так или иначе компания решила именно сейчас это объявить и я также кто эти не курсы я по вот недавно посмотрел что мтс же строила площадку в сколково концертную мтс life арена и вроде должны были в том году сдать но видимо из-за тандемии что-то перенеслось и по идее должна закончиться стройка в этом году так или иначе время спорная но если это задел на будущее я думаю мтс денег в принципе и достаточно чтобы экспериментировать вот с такими отлетлениями их рода деятельности и посмотрим чему это придет когда весь мир надеюсь вернется в свое нормальное русло и все музыканты начнут спокойно выступать а публика спокойно ходить на концерты возможно вот такая сеть концертных залов с общей организации с какой-то общей инфраструктурой возможно будет даже какое-то приложение или какой-то сервис который позволит музыкантам легче контактировать с организаторами со всеми этими райдерами тех райдерами прочим возможно это приведет просто к улучшению концертной деятельности внутри россии все будет более контролируемо и также когда например откроются внешние границы и к нам поедут допустим западные звезды им тоже будет проще работать какой-то единой компанией чем работать с разными подрядчиками от города городу и рискую тем что в одном городе будет все хорошо в другом будет все не очень хорошо и так далее поэтому возможно мтс ориентируется на это посмотрим что у них выйдет и я желаю им удачи мы последняя новость на сегодня от компании softube которая анонсировала свой новый синтезатор модалл 84 который по сути является еще одним перевоплощением или моделью культового синтезатора roland 106 джуна 106 и на самом деле я был опять же удивлен потому что очень странно вообще политика вот этих всех софтверных компаний они все делают примерно одни и те же продукты одновременно то есть в том году вы вышло аж две такие большие довольно версии джуна 106 от компании черри аудио и также от артурий конечно я собственно пользуюсь артуриевской версии у меня есть коллекция аналог лап и vintage collection 8 от артурии и джуна мне их очень понравился он довольно близок к звучанию реального джуна 106 и в принципе добавленные органы управления которых не было в оригинальном джуна в артурии тоже очень классные очень много чего интересного но почему-то софтюб решили сделать то же самое спустя вот полгода и анонсировать свою версию также заявляют о дополнительных возможностях которые в принципе мне кажется были уже и у артурии в том числе но не знаю может быть они что-то открыли потому что они заявляют что там супер моделирование они прямо поняли этот синтезатор как никто другой и воссоздали все в цифровом виде в принципе я послушал есть очень много примеров звучания в том числе от известных музыкантов например от клавишника джемми раквай и в принципе звук мне очень понравился тоже у 84 но не думаю что прям такой нельзя нарулить в той же артурии ну а если вы вдруг обладатель счастливый самого джуна 106 вам эта новость на вообще неинтересно хотя опять же софтверная версия она не исключает наличие аналоговый потому что в сотовой версии есть также свои плюсы такие как дополнительные возможности полифонии унисоны то есть там очень много возможностей интервью того же артурии там можно увеличивать количество голосов есть дополнительные огибающие есть также встроенные эффекты ревер и дилея но то есть довольно получается классный синтезатор если вы используете его в современном даже в современных жанрах продакшене то конечно аналоговая версия во-первых дорогая и фиг найдешь еще рабочую состояние и она конечно для современной музыки немножечко ограничено по возможностям поэтому многие берут вот этот характер звучания из 80-х который сегодня популярен и привносит в него современные фишки цифровых синтезаторов и плагиновых синтезаторов и делают такие новые версии но в принципе я не против почему бы нет просто очень странно что все компании это делают в одно время одновременно какая-то такая вроде бы здравая конкуренция но как-то подозрительно все одинаково но посмотрим что будут компании предлагать нам дальше будем ждать и желать им удачи ну чтож на сегодня это были все новости в описании к ролику вы можете найти ссылки на каждую из них и почитать подробнее то о том о чем я говорил в этом выпуске также не забудьте подписаться на канал лоджик про хелп здесь у нас не только новости а также и уроки по лоджику по разным плагинам обучающие уроки по тем или иным темам так что подписывайтесь смотрите уже довольно много роликов на канале в ближайшее время пол появится еще больше так что следите за новостями и не забывайте вступать наш закрытый клуб который не пугайтесь слов закрытого на абсолютно бесплатный вы просто оставляете свои данные мы вам присылаем приглашение и вы получаете доступ в телеграм-чат где уже порядка тысяч человек обмениваются опытом каждый день мы там общаемся обсуждаем ошибки лоджика работу с лоджиком я отвечаю в том числе на какие-то вопросы касаемые лоджикой не только в общем обмениваемся опытом общаемся что-то обсуждаем какие-то новости в общем у нас там весело и интересно поэтому если вы ищете клуб единомышленников то присоединяйтесь мы вам будем очень рады и так же к каждому вступившему мы даем бесплатные подарки также переходите по ссылке в описании все прочтете подробнее что у нас там есть в общем всем welcome ждем вас ну а с вами был дмитрий урсул увидимся с вами в следующих видео всем успехов в творчестве всем пока а